И к нам присоединяется Дмитрий Олегович Рогозин, генеральный директор госкорпорации по космической деятельности Роскосмоса. Дмитрий Олегович, во-первых, спасибо большое за то, что была возможность поговорить с ребятами. Ну, ребята замечательные, конечно. Ну, просто удовольствие получаешь. Я согласен. Экипаж отличный. И вот мы так и работаем, так чтобы у нас был один опытный командир экипажа. И кто-то, кто совершает первый полет, потом уже второй полет, он уже может уйти и командиром. То есть это, по сути дела, такая приемственность. Передача знаний, опыта, хладнокровия, мастерства. Дмитрий Олегович, вы взяли Роскосмос, когда, ну, вежливо говоря, все было на низах. В том числе отношение к космонавтам. И я помню, ну, там все эти разборки внутри отряда космонавтов. То есть, и, как я понимаю, вы много сделали для того, чтобы, ну, отношение изменилось к нашим героям. И они чувствовали, что страна их любит, страна заботится. А сейчас какая атмосфера внутри Роскосмоса, внутри отряда космонавтов? Ну, вообще, Роскосмос — это большая очень организация, да. То есть это сколько у нас? 175 тысяч человек на подприятиях, которые расположены от Калининграда до Дальнего Востока. Поэтому единственное, что может связывать такого рода большой коллектив, это только дух, там, единой семьи, единой команды, которая решает важнейшие задачи, причем так, что мы все время на виду, там, любой наш и успех, и, там, какая-то неудача, это всегда публично обсуждается, это видно. Поэтому мы прекрасно понимаем, что, находясь на этой, ну, скажем так, высоко технологичной сцене, если можно так выразиться, просто не должны подвести сами себя и страну. Это, конечно, особая корпорация, особый коллектив людей, которые вот это ощущают, и плюс еще, надо сказать, давят, конечно, в великое наследие, потому что нельзя посрамить его, надо вести себя сообразно тому, как вели себя и что сделали выдающиеся, так сказать, основатели отечественной космонавтики, советской космонавтики, поэтому, есть много факторов таких психологических, которые, конечно, оказывают воздействие, но при этом они выковывают характер, характер общий для всей отрасли. Вот, мне кажется, у Роскосмоса, в целом, у ракетно-космической отрасли есть особый дух внутри всех коллективов, который помогает эти проблемы решать, и при нормальной организации работы, при нормальном управлении системы, люди это воспринимают должным образом, и отдачу, я чувствую, она выражается и в достаточно длительном периоде, что мы уже летаем без всяких аварий, то, что мы реально за эти три года начали то, что, к сожалению, не делалось за последние, ну, по крайней мере, три с половиной десятилетия, то есть переход на новую технику, а когда долго что-то не делаешь, а когда потом вдруг приходит время, что начинаешь все делать, это очень сложно, когда приходится одновременно и приводить в чувство и предприятия, и одновременно вводить новые технологии, и людей для этого нет, потому что люди привыкли работать по-старому, то есть надо срочно обучать молодежь, мотивировать ее, ну, по сути дела так. — Ну, отсюда и критика. Я тут обратил внимание, что довольно обидная иногда критика звучит в ваш адрес, в том числе и отряда космонавтов, при этом я понимаю, что это зачастую связано с такими эмоциями, но что делает вам честь, вы обычно на все это не отвечаете, то есть вы не встреваете в дискуссии. — У нас в отряде космонавтов полный порядок, а среды ветеранов в космонавтике, да, конечно, там есть два-три человека, которым это не нравится, которые, ну, против каких-то обновлений, ну, только бывает, это нормально, надо к этому относиться, ну, а как иначе, на каждый роток не набросишь плоток, да и не надо, значит, надо, чтобы эта критика была такая, все-таки высокопрофессиональная, когда просто она ведется, ну, оголтела и непредметно, ну, мы просто ее и не слушаем, а когда речь идет о критике, которая, значит, высказывает, да, ну, просто высказывает, люди, которые профессионально в чем-то разбираются, конечно, я их слушаю, понимаете, всегда слушаю, с чем-то соглашаюсь, с чем-то не соглашаюсь, это нормально, это же диалектика, поэтому... — Митрий Олегович, мы вот сейчас всей стороной наблюдали последствия военного освоения космоса, так скажем, что из этого вам можно нам рассказать? Вот насколько это была уникальная операция, ведь вроде бы уже так и американцы, и китайцы, и индусы уже сбивали свои спутники, но почему именно наше такое предприятие вызвало такую агрессивную реакцию непониманию американцев? — Ну, во-первых, надо сказать, что Роскосмос, он как бы стоит из двух частей, то есть есть гражданская космонавтика, там, научная, народно-хозяйственная, если там, как ее правильно назвать, это тот же самый ГЛОНАСС или группировка наблюдения, связь, цифровое телевидение и многое другое, но есть еще и боевая тематика, то есть мы, наши предприятия, они создают материальную основу для ракетных войск стратегического назначения, для, значит, ядерного морского подводного флота и так далее. То есть, в принципе, это те же самые наши предприятия, которые обеспечивают Министерство обороны всем необходимым, что, по сути дела, является стратегическим ядерным счетом. Безусловно, есть тема, которая нас не может не беспокоить, это тема милитаризации космоса. Постепенно мы видим, как последние десятилетия Соединенные Штаты, прежде всего, и другие их союзники по НАТО, они постепенно все больше и больше выводят в космос, ну, может, пока еще не оружие, но потенциальные носители этого оружия. Ну и, конечно, военная группировка у Соединенных Штатов, группировка разведки, она очень интенсивно работает, и нас это тоже не может не смущать. Поэтому, понимая, что современные войны, они будут уже неконтактные, то есть они не будут на границах возникать, будущие войны, не дай бог, если они случатся, они начнутся с космоса. И это понимает любой здравомыслящий человек. Поэтому мы должны себя защищать и в космосе, в том числе. Поэтому создание противоспутникового оружия – это очевидная вещь, которым должна Россия обладать. Не только группировкой, которая есть у Министерства обороны, и которая выводится вот нашими средствами введения, и которая делает предприятие Роскосмоса не только стратегические ядерные силы, как ударные вооружения, но, еще раз говорю, мы же понимаем, что и по нашим спутникам будет наноситься удар, с Земли в том числе. Поэтому противоспутниковое оружие Россия разрабатывалась давно, никакого секрета в этом нет. Вот просто пришло время, когда Министерство обороны решило провести испытания. А насколько вот эти обломки теперь опасны? Кто более опасен был – целый старый спутник, постепенно теряющий орбиту, или мириады обломков? – Понимаете, в чем дело? Вообще в космосе огромное количество космического мусора. Это вышедшие из строя космические аппараты. Некоторые из них, к сожалению, сталкиваются друг с другом, такое бывает. Бывает, что повреждаются аппараты микрометеоритами. Такое тоже бывает. Часто мы видим проблемы, связанные с тем, что в космосе на долгие годы остаются верхние ступени ракет-носителей. В итоге потом атмосфера, она их притормаживает, эти аппараты, они опускаются ниже, падают в атмосферу, сгорают в ней. Но это долгие годы. То есть в любом случае Земля, она притягивает к себе весь этот мусор. За исключением того мусора, который находится на верхних орбитах, например, на геосонарной орбите, то есть 36 тысяч километров над Землей. Значит, здесь надо понимать, что, конечно, при применении, при испытании противоспутникового оружия, конечно, остаются осколки. Но Министерство обороны, и оно об этом говорило, оно проводило моделирование этой ситуации с тем, чтобы не навредить никому. Поэтому за этими осколками ведется наблюдение. У нас есть система предупреждения об опасных ситуациях. Это система, которая есть в Роскосмосе. У Министерства обороны есть своя система. Мы с Минобороны обмениваемся этой информацией с тем, чтобы в том числе уберегать Международную космическую станцию от каких бы то ни было неприятных приключений. Ну и, собственно говоря, мы отслеживали эти осколки. Они не затрагивают безопасность МКС. Но это было бы невозможно. На Минобороны не пошло бы на испытания, если бы... Конечно. Дмитрий Олегович, ну это военный космос. А гражданские продукты от Роскосмоса сейчас какие? Ну гражданских продуктов у нас сейчас достаточно много. У нас планов-то громадье. Но в этом году мы уже запустили модуль «Наука». Вот он уже пристакован к Международной космической станции. На следующей неделе, 24 ноября, у нас очень важный тоже запуск. По сути дела, это завершение создания российского сегмента МКС. Мы запускаем еще один модуль. Он называется модуль «Причал». Это узловой модуль, который позволит проводить стыковки с самыми разными кораблями, грузовыми пилотерами. И вот еще раз говорю, мы на этом завершаем строительство МКС в российской части. Но при этом, что важно, буквально на прошлой неделе, ну да, на этой неделе, которая сейчас заканчивается, мы дали уже поручение корпорации «Энергия» приступить к разработке эскизного проекта российской орбитальной служебной станции. Это новая орбитальная станция, совершенно новые технологии. Мы будем использовать научно-энергетический модуль, который у нас в высокой степени готовности уже имеется в корпорации «Энергия» в качестве первого модуля для этой станции. Поэтому эскизный проект будет готов в течение года-полутора. Там будут все детальные просчеты, прежде чем мы приступим уже к технической реализации этого проекта. Но это уже космодром «Восточный», с него будем стрелять. Ракета «Ангара», она проходит сейчас испытания. У нас в декабре планируется очередной пуск ракеты «Ангара» уже с новым другим расходным блоком, блоком «Персей», который должен подтвердить свои высокие технические характеристики в плане выведения на очень высокие орбиты, ну, скажем, тяжелых спутников, спутников связи тех же самых. Идет работа у нас большая в Самаре. Дмитрий Алексеевич, а очень высокие орбиты-то какие? Высокие орбиты – это либо высокий эллипс, на котором работают в основном метеоспутники, ну, скажем, у них в апогее они могут летать на высоте порядка, то есть выше 40 тысяч километров, береги ниже, там порядка 20 тысяч, и тем самым как бы уделять особое внимание конкретным регионам, например, арктическому региону. Либо это геосценарные спутники, чтобы объяснить, как они… Вот он летит, практически он зависает как бы на конкретной точке Земли. То есть его скорость такова, что на высоте 36 тысяч километров он практически зависит от конкретной точки Земли, которая тоже вращается, как мы понимаем с вами. Это круговая орбита, значит, поэтому на этой орбите в основном у нас летают спутники связи. Мы сейчас планируем запуск, вот 12, да, 12 декабря у нас будет запуск двух новых спутников связи. У нас очень интенсивная, вот сейчас в декабре пусковая программа, поэтому и Байконур, и Восточный, и Куру, и, значит, ракета полетят наша из Плесецка. Ну, то есть дай бог нам ее выполнить. Там крайний запуск у нас в этом году, по-моему, 29 декабря. То есть так прямо под елочку уже. Вот, а в следующем году, Владимир Владимирович, у нас в следующем году два важных события. Это в июле запуск Луны, Луна-25. Впервые за 46 лет мы возобновляем лунную программу. И мы летим туда, куда никогда не летал Советский Союз, Советская космонавтика. Это Южный полюс Луны. Почему Южный полюс? Академия наук просит посадить аппарат именно туда, потому что там, они считают, есть большие залежи водяного льда, а лед – это вода, лед – это кислород, лед – это водород. То есть, по сути дела, это и топливо, и дыхание, и обеспечение, так сказать, работы научной станции. То есть мы прицелились на Южный полюс. Плюс там, что еще нравится, на Южном полюсе там практически постоянно идет освещение со стороны Солнца. То есть солнечные батареи, которые будут работать, принимать солнечную энергию, и они могут обеспечивать необходимые электроэнергии, значит, развертывая лунные станции. Но это будет необитаемый полет, то есть это без человека? Ну, сначала да, конечно. Но у нас человек работает на автоматах. Мы же не можем у человека запустить раньше автомата, не просчитав все риски с точки зрения безопасности. У нас, понимаете, в чем дело, у нас идет программа, она разворачивается интенсивно, но, с другой стороны, у нас нет давления со стороны внутренней повестки в России. То есть никто нас не торопит внутри страны, там, давай-давай, быстрее, там, нога, там, не просто человек, а нога, там, не знаю, какого-то, значит, черного человека или желтого человека. Понимаете, мы не решаем внутреннюю политическую повестку. Кстати, Дмитрий Олегович, тут у американцев шок. Они вдруг выяснили, что первым черным космонавтом был кубинец, которого запустил Советский Союз. То есть они здесь уже не успели. Поэтому нет, ну для нас все разговариваю. То есть вот этого давления у нас нет. Есть задачи, которые прописаны у нас в федеральной космической программе в основах государственной политики космической деятельности. И они нам предписывают в эти сроки начать эту работу. Плюс Марс. Марс – это сентябрь. То есть меньше года осталось до марсианской миссии, когда протон должен у нас вывести перелетный модуль, он будет 9 месяцев лететь к этой красной планете. Дальше тормозится он, заходит на круговую орбиту Марса. И потом идет спуск на поверхность Марса, тоже в прицельную уже определенную нами точку нашего модуля, десантный модуль «Казачок». Он сам является одновременно научно-исследовательской станцией, он напичкан на научные аппаратуры. Но он одновременно еще платформа. То есть он должен сесть на Марс мягко, а с него также мягко съедет европейский марсоход. Поэтому такая большая интересная программа. Вот на прошлой неделе... Слушайте, как это называется? Прошлой неделе это или эта неделя? Не знаю. То есть, короче, вот в четверг я встречался с делегацией НАСА. Они были сейчас у нас, гостили два зама руководителя администратора НАСА. Значит, мы с ними обсуждаем в том числе вопросы адаптации. У нас это так называется гармонизация технических стандартов. То есть, чтобы мы могли состыковаться с нашим новым кораблем, работа по которому сейчас тоже идет в корпорации «Энергия». Корабль «Орел». Начало его летных испытаний декабрь 2023 года с Коспадром Восточной. Так вот, он должен иметь возможность, техническую возможность стыковаться в случае необходимости с американской окололунной станцией «Гетвэй». И мы это обсуждали. И, в общем-то, ударили по рукам. Договорились о том, что как бы там ни складывались наши отношения на Земле, но в космосе мы должны продолжать высокий уровень сотрудничества. И это мы сделаем. Плюс мы договорились с американцами о совместной миссии к Венере. Венера традиционно считалась как бы русской планетой. Туда садились именно советские аппараты. Никто больше Советского Союза не отправлял посадочные аппараты на эту планету с кромешным адом буквально вместо атмосферы. Я уж не говорю про давление, там температура 500 градусов по Цельсию. Но вот мы собираемся посадить туда миссию, она называется «Венера-Де» совместно российско-американской миссии. Поэтому, видите, мы с американцами, несмотря ни на что, все-таки удерживаем высокий уровень. Дмитрий Олегович, а зачем это все? В этом есть какой-то коммерческий смысл или это чистая академическая наука? Слушайте, ну как вам сказать. Во-первых, есть масса сопутствующих результатов, которые рождаются по пути решения задачи, которые носят колоссально сложный научно-прикладной характер. Ну то есть это спутниковая лазерная связь, это новейшие материалы, которые... То есть то, что может работать на Венере, может работать везде, скажем так. То есть это специальная электроника, специальные материалы, которых нет на сегодняшний момент, которых надо создать. Специальные приборы, оценивающие атмосферу, плазму и многое другое. То есть то, что будет применимо практически во многих отраслях земной экономики и земной промышленности. Но я уж не говорю про другое значение, чисто научное, та же самая Венера. Планета, которая потеряла свою атмосферу, у которой парниковые эффекты сработали таким образом, что даже если там и была какая-то жизнь, она на этом деле и закончилась, это просто имеет практическое значение для понимания того, что мы у себя здесь на Земле делаем. Когда мы не заботимся об экологии, не заботимся о том, какие у нас выбросы тепловые, парниковые, углеродные и многое другое. То есть это, по сути дела, важнейший эксперимент, который показывает, как не надо делать на Земле. И это, по сути дела, вот эта миссия по Венере. Почему она совместная с американцами? Потому что Сочи сложная. И здесь, по-моему, проще такие вопросы решать все-таки в складчину, сообща, скрещивая здесь и таланты наших ученых, и одновременно экономически это будет попроще, и надежнее с точки зрения работы техники и так далее. Поэтому американцы тоже этим заинтересовались. Мне кажется, это хороший интересный результат. Ну и еще ребята-космонавты говорили, что ну да, мы сейчас посмотрели там Crew Dragon. Он, конечно, хорош, но наш Орел сейчас пойдет, тоже будет ой-ой-ой. Это разные корабли. Это разные совершенно корабли. Их сложно сравнивать. Понимаете, корабль для низкой орбиты, ну то есть, что такое низкая орбита? В данном конкретном случае это Международная космическая станция или будущая наша российская станция, это примерно 400 километров. Круговая орбита 400 километров, да, оборот вокруг Земли примерно каждые полтора часа. Так вот, для того, чтобы летать на эту орбиту, надо летать быстро, надо летать желательно на легких ракетах, то есть, чтобы это было не накладно в финансовом отношении. Чем наша система, Союз-2 и корабль-Союз, хороша? Хоть ее говорят, что она там, скажем так, долго лет существует. Ну и хорошо, что долго лет существует. Чем дольше она существует, тем больше у нас статистика, надежности. Это и есть главная визитная карточка. Значит, поэтому мы летаем на средней ракете, ракете среднего класса, и у нас там три космонавта стабильно доставляются на Международную космическую станцию. У американцев сейчас есть Crew Dragon. У них не три, у них четыре человека. Но зато используется тяжелая ракета Falcon 9. То есть, это все равно намного дороже, накладнее. Значит, наш корабль, «Орел», он вообще не для низких орбит. Он будет испытываться для низких орбит, на низких орбитах, значит, со стыковкой с орбитальной станцией. Но он предназначен совсем не для этого. Это, как ему сказать, как сравнивать авианосец и, не знаю, там, корвет. Это разные вещи. То есть, корабль для низких орбит — это корвет. А корабль, который должен лететь к Луне, он должен иметь колоссальную термозащиту, термопирог. Потому что, когда возвращаетесь обратно, вы должны спасти экипаж при заходе в атмосферу Земли на второй космической скорости. Представьте себе, какие там нагрузки колоссальные. Там запасы топлива другие, запасы прочности. Вот корабль «Орел» будет иметь ресурсы до трех полетов к Луне. Он многоразовый корабль. Либо 10 полетов на низкую орбиту. То есть, его аналогом не «Крюдрэгон» является. Его аналогом является корабль «Орион», над которым американцы продолжают работу. Вот. А «Крюдрэгон» — это аналог Союза. То есть, это разного класса, понимаете? Да, это я понимаю. Нам бы еще все-таки присмотреться. А то, что там, «Боинг» запустил? Там год какая-то болтается в фигне, похожая на опасную инсталляцию с вооружением. Так что вызывает много у меня вопросов. Ну, главное, что мы можем любую птичку достать, если понадобится приземлить. Ну, во-первых, надо сказать, что мы это все видим, все знаем, все отслеживаем. Могу вам сказать точно совершенно, что в космосе, в плане, скажем, военного космоса, мы точно ни от кого не отстаем. А в плане гражданского космоса, ну, хотелось бы просто побольше финансирования. Тогда у нас эти вопросы будут решены. С другой стороны, тоже я не хотел бы совсем уж сейчас жаловаться. Мы все-таки, помните, я раньше так и публично, мы, как, пикировку нашла с министром финансов. Но, тем не менее, вот на этой неделе мы получили дополнительно 5,7 миллиарда рублей из резервного фонда. На прошлой неделе получили дополнительно 6,5 миллиарда рублей. Это деньги, как раз, которые пойдут на реализацию нашей лунной программы, на, значит, восполнение дефицита средств, которые необходимы для формирования группировки для экономики страны. Это, прежде всего, спутники, метеоспутники, это спутники Дессона, сандерной земли. Поэтому мы, Роскосмос, все-таки договариваемся, начали договариваться нормально с Минфином. Я думаю, что мы их вновь в ситуацию выправим. Да-да-да, это очень хорошая новость. И второе, что я хочу сказать, мы получили в этом году первые средства на развертывание программы Сфера. То есть мы говорим, вот SpaceX разворачивает, значит, свою многоспортную группировку китайские коллеги, OneWeb и так далее. Ну и мы все, мы получили первые средства. Значит, в следующем году мы выводим на орбиту прототип орбитальной группировки, прототип космического аппарата орбитальной группировки Marathon. Нам, к сожалению, пора заканчивать. Дмитрий Олегович, а правда, что Роскосмос еще производит и трамваи, и кислород для ИВЛ? Мы 93 тонны ежедневно поставляем кислорода в медицинские учреждения. Мы один из крупнейших поставщиков. Да, конечно. Мы сделали портативные аппараты искусственной вентиляции легкие. Буквально, прям, очень быстро сделали в этих тяжелых условиях. Успели зарегистрировать, и уже они работают у нас. У нас хорошая транспортная система. Мы традиционно являемся ведущим производителем легкорельсового транспорта. Наши трамваи, ну, любо-дорого на них посмотреть, новый дизайн, который сейчас уже имеет хороший экспортный потенциал. Вот в августе мы запустили, хочу похвалиться, Маглев. Это на магнитной подушке первый поезд. Тоже будем делать скоростной поезд. А вот здесь, вот вы видите на этом слайде, наш план по развертыванию скоростного трамвайного маршрута, который соединит космодром Восточный с аэропортом. Вот делаем и ретро-трамваи. Ну, то есть, короче говоря, это для нас такая интересная, забавная тема. Причем мы используем металл ракетоносителей. И, конечно, внутри этот трамвай, ну, это технологическое совершенство. У нас есть прекрасные системы беспилотного транспорта. Мы обеспечиваем Россельмашка, АМАЗ и так далее. С точностью до двух сантиметров у нас двигается наш мирный трактор по полям. То есть, на самом деле, уже работает. Серьезно, интересная тема. Класс. Так нет, очень. Она позволяет как бы сбалансировать производство и подстраховывать его. Вот. Отдельно бы я еще сказал, конечно, про энергетику. Мы сейчас, тоже похвалюсь, в конце этого года, в конце декабря уже завершаем изготовление первого флота гидроразрыва пласта. И в следующем году мы начинаем уже его полевые испытания. Ну, а дальше консолидированный заказ – это очень такая важная тема, чтобы не зависеть от иностранных поставок. Значит, мы поставляем массу энергетического оборудования, газотурбинные агрегаты, значит, насосные оборудования, запорная и фонтанная арматура, датчиковая аппаратура. То есть, фактически, мы сегодня стали ведущим поставщиком для «Газпрома», для «Роснефти», для «Газпромнефти», для «Локойл» и так далее. Это тоже, ну, можно сказать, целое второе направление вообще в развитии Роскосмоса. Это понятно, потому что у нас уникальные двигательные строения ракетные, мы лидеры мировые. И, конечно, это как бы вот такая конверсионная интересная программа. Ну и последнее, что вот по-крупному, если говорить про гражданскую вот эту конверсионную программу, это система водоприготовления, водоочистки, опреснения воды. Пожалуйста, для Крыма мы готовы прям модульно поставить эти станции. И уже у нас работает целый завод первый наш в «Октаву» на «Каспии». Плюс мы используем плазматроны. Это специальные устройства, которые создают плазму для испытаний пилотируемых кораблей. Но именно эти плазматроны легкие, удобные, дешевые. Это единственное, это безальтернативное средство для уничтожения тяжелых фракций твердых бытовых отходов. Ну, Володь, мы, в общем, стараемся. Стараемся здесь не только... Да просто духоподъемно. Прямо слушаю, и настроение повышается. Дмитрий Олегович, спасибо большое за открытость и за то, что провели с нами в этот субботний вечер более получаса. Время главного. Продолжение следует...